Значит, вот мы пересекли эту границу, значит, лагерь, приходит ко мне командир лагеря, и, слава богу, он три слова на английском знает. Я его начинаю расспрашивать, как ситуация, и выясняется, что у него шесть военнопленных. Четверо, которые согласились перейти в ислам, и двое нет. И он мне говорит, вот есть четыре человека, с ними ты можешь встретиться. Я говорю, не-не-не, обязательно с ними встречусь, но мне нужны те двое тоже. В общем, у нас такая пошла байда, этих двух никогда. Я говорю, но я напишу, что они есть, потому что я знаю, что они есть, ты мне сам сказал. Говорит, нет, ты пиши, что они есть, но встречаться ты с ними не будешь. Я говорю, так вам же хуже. Если я напишу, что вы мне не даете возможность встретиться с этими двумя, вам хуже. В итоге я его убеждаю. И я встречаюсь с четырьмя, да, и даже мне повезло, мне дали им с ними встретиться два раза. Обежденные исламисты уже? Нет, там был мальчик, там было трое ребят из Средней Азии, они попали в плен по чистой оплошности, то есть отошли, чистый. И один парень из Волгограда, русский, он для выживания понял, что надо принять ислам. А двое ребят были из таких сельских местностей, российских, они нет, они отказались. И их держали в чудовищных условиях, их держали в погребе, они выглядели уже, они уже, когда я их видел, они уже выглядели как... Они потом, к сожалению, погибли. Так и эти четверо погибли. Там и живых, там, знаете.